здравствуйте дорогие друзья сегодня начнем готовить сазана вот у меня сазанчик небольшой я уже раздел его раздел его пластом вот так вот чешуя вся срезана чешуя здесь не нужно как засолиться на сазана уже многие все знают это ничего сложного не использовать будем только соль сахара никаких специй не будем использовать потому что специи использовать здесь при холодном копчении смысла вообще не вижу потому что при холодном копчении весь у специи просто пропадет если только будет горечь и соль вот это вот да это останется мы его улучшим вкус после сделаем креветочное масло после холодного копчения уже но сейчас сначала засолим его и будем уже готовить креветочное масло здесь вот сейчас я еще сделаю надрезики по хребту такие сантиметров по 5 шириной по брюшку так вот чтобы симметрия какая-то было посолочная смесь у меня получается 70 процентов соли 30 процентов сахара это получается общем 100 грамм 70 грамм соли 30 грамм сахара я буду использовать коричневый сахар сахар здесь выступать более как усилитель вкул вкуса ну и соответственно плотность тоже рыбе дает у кого нет тростникового сахара коричневого можете использовать обыкновенный так засыпаем соль использую только крупную здесь у меня сазанчик примерно около двух килограмм так что как раз вот эти 100 грамм посолочной смеси будет само то все и вот так вот управляем сазанчика на 12 часов прохладное место при температуре где-то от плюс 5 до плюс 10 оптимально вообще плюс 10 градусов ну что сделаем креветочное масло пока у нас будет создан солица вялиться потом коптится мы приготовим креветочное масло креветочное масло можно использовать вообще в любые блюда первые вторые блюда как заправка добавка во всех блюдах кроме молока у меня вот такая вот креветка самая дешевая угла хвостая но если кто поели креветки я буду целый креветок делать но можно сделать поели креветки вот съели там мяско их не остались вот эти вот панциря все идет ошметки и они точно тоже сгодятся для приготовления креветового масла просто я буду делать килограмм на 5 литра воды если у вас будет меньше вы хотите сделать масло соответственно надо меньше это креточных ошметок или самих креветок я буду делать целых креветок креветочное масло сейчас нам надо их пропустить через мясорубку через мелкую решетку пропускаем вот друзья получился вот такой вот креветок и фарш напоминаю можно использовать не целую креветка просто одни панцири вот эти шметки вот когда поели и также через мясорубку и будем и готовим дальше вот такой получился креветок и фарш выступаем готовки дальше его ставим кастрюлю на плитку наливаем масло подсолнечное без запаха я буду готовить 5 литров 5 литровая бутылка масла если он будет готовить литр себе приготовить то соответственно креветок надо грамм 200 или сами креветок или этих ашметок панциря все таки вот грамм 200 надо я буду готовить 5 литров потому что это масло у нас расходится очень быстро и для рыбы расходится и вообще для любых блюд для салатов тоже хорошо подходит отправляем туда креветку фарш креветочный прям туда в это масло ну и включаем плитку на средний огонь масло ни в коем случае не должно кипеть вот как вы увидели что пошли первые пузырьки ставим огонь на минимальный вообще на минимальный самый огонь и под креветка в масле должна томиться масло ни в коем случае не кипит ничего и так она должна томиться в течение 40-35-40 минут все готовим вот смотрите видите буквально минут через 10 вот видите такие пузыречки пошли все огонь ставим на минимум и томим так в течение 40-35-40 минут масло должно так томиться вместе с этим креветочной массой среди креветочным фаршем аромат стоит прям вот креветка сто процентов креветка очень ароматно получается масло но нам его еще готовить и готовить вот там черные такие точки плавают это ихние глаза все томится 40 минут будем томить вот смотрите прошло 40 минут вот на самом малом огне она томилась в какой цвет получился вот сейчас выключаем плитку и даем отстояться вот пока не остынет полностью масло до комнатной температуры а потом будем фильтровать кто хочет еще улучшить вкус ну кому нравится там по насыщенней что-нибудь вкус можно вот вот на 5 литров добавить столовую ложку паприки копченой молотой это как придаст еще аромат легкого легкого копчения ну кому нравится я не буду добавлять не вот такой достаточно масла также можно это же масло ну когда уже отфильтрованное перед подачи топки нет салат поливать речу туда чесночка выдавить размешать и этим маслом чесночком поливать салатики ну и что придет и как я говорил в любые первые вторые блюда кроме молока но вот масло остыло до комнатной температуры смотрите какой цвет у него получился сейчас надо отфильтровать отфильтровать я буду вот такой сеточка такая вот такой дружбочок небольшой будут фильтровать его у кого нету такого можете просто марлю несколько слоев сложить и отфильтровать сейчас мы также его перельем все в пятилитровую бутылку цвет такой коралловый получается интарный но все осталось отфильтровать вот эту вот кашу саму непосредственно креветка фильтровым ее отжимаем вот получилось 5 литров вот такого ароматизированного очень ароматного масла сейчас эту бутылку я уберу прохладное место еще число на 10 на 12 выпадет осадок небольшой осадочек выпадет и все и будет готова как раз мы приготовим сазанчика так сказать закоптим завялим закоптим его и применим вот это масло ну пока созревает наше масло и не наше креветочное масло мы завялим сазанчика для копчения вялить я его буду три часа у меня будет вялиться обдувом при температуре где-то 22-25 градусов потом час он будет отдыхать без обдува я ему буду вялить в швесе сушильно-вялочном шкафу а потом еще три часа он будет мне вялиться ну а потом пойдем покоптим его сазанчик подвялился вот светик как блестит жир выступил энджирок все все будем коптить час его коптить я буду коптильный москит на ольхе течение часа где-то мы подкоптим ну а дальше еще подвярим чуть-чуть обдув его и продолжим дальше его улучшать ему вкус отправляем коптиться здесь у меня еще рыбка скумбрия там косичка красная рыба кита все это вместе мы сейчас закоптим ну вот друзья сазанчик прокоптился коптил я на ольхе с добавлением мандариновых корок сушеных вот у нас кумбрия там красная рыбка косичка сейчас буквально подвесим ее обдуем часа два-три и будем готовить дальше уже уже с используя креветочного масла я имею ввиду с вода сазанчика будем улучшать его вкус но за датчик весь уже подвяли под копченый и под копченый копченый вот он смотрите какой сейчас мы ему улучшим вкус и цвет как мы готовили вот это масло тарелочку налью покажу какое в тарелочке посмотрите какого цвета масло запах стоит креветок такой но он не навязчивый прям такой креветок запаха такой приятный тонкий запах все берем кисточку кисточку берем желательно вот вот у меня обыкновенная строительном магазине куплено читала натуральная но прям такая густая уберем эту кисточку чуть-чуть смакиваем и смазываем создание к нашу копченого все буквально пару раз отмакнули кисточкой смазали и все и вот так вот оставляем еще часа на два вот он напитается все вот этим ароматом и мы обязательно попробуем но друзья сазанчик отлежался смотрите масло креветочек там него как бы впиталось осталось блеск сазана аромат такой вот знаете вот сладкий аромат и есть и вот он аромат от креветочного масла и от копчености и вот он образует такой сладкий аромат даже я даже не знаю как передать сейчас мы кусочек отрежем с хвостика вот он сазанчик жирненький вот оно мясо его все прям просто обалденный обалденная рыба очень вкусная очень ароматная ну и красивая в первую очередь едим глазами а потом уже пробуем всем приятного аппетита и до скорых встреч